Следуя Савельеву рассмотрим две среды с показательным преломлением N1, N2 и обозначим единичными векторами E1, E2, E3 направление распространения падающего луча E2 отраженного и E3 прошедшего. Напряженности электрического и магнитного полей во всех трех случаях будут иметь вид показанный на рисунке. Соотношение между направлениями E1, E2 мы получим путем расчетов. Сейчас мы выбрали произвольную для того, чтобы обеспечить условие того, что три вектора E, H и E малая должны составлять правую тройку векторов. Электромагнитная энергия делится в электромагнитном поле пополам. Отсюда можно выразить H, связать между собой H и E, используя те условия, что в оптически прозрачных средах μ всегда примерно равно единице, а корень из эпсилом – это величина, которая называется показательное преломление, обозначается буквой M. Запишем условие непрерывности напряженности электрического магнитного поля. И учитывая то, что вектора E и H во всех трех средах образуют правые тройки векторов, перепишем наше соотношение, связывающее модули напряженности через векторные произведения E на E. Подставим это соотношение во второе из наших уравнений. При этом у нас корень из эпсилом с ноликом, деленное на мес ноликом, сократится, и останутся только векторные произведения единичных векторов E1, E2, E3 на соответствующей напряженности электрического поля. Учитывая, что вектора E1 и E2 совпадают по направлению, а E3 противоположны, перепишем их таким вот образом, и наше выражение, связывающее E и E в разных средах, перепишем, подставив везде значение единичного вектора E, совпадающего с направлением E1. Перенесем второе слагаемое слева направо, и учитывая, что у нас вектора E малая и E большая во всех средах перпендикулярно друг к другу, запишем, что замножители у нас в левой и правой части будут одинаковые. Перепишем теперь первое уравнение, тенгенциальное, для уравнения непрерывности тенгенциальных компонентов напряженности электрического поля, и решим это уравнение относительно E1 и E2. Для этого умножим второе уравнение на N1, перенесем N1 и E2 направо, и сложим два уравнения. Выразим E3, оно у нас будет равно дроби 2N1 деленной на N1 плюс N2, и поскольку эта дробь всегда положительная, направления векторов отраженного луча и падающего луча всегда будут совпадать направления напряженности поля. Подставив выражение E3 в верхнее равенство, для E2 получим, что E2, выраженный через E1, будет уже менять свой знак. В случае, если у нас напряженность, показатель преломления N2 будет больше, чем N1, числитель дроби будет отрицательный. Это будет соответствовать тому, что направление при N2 большим, чем N1, то есть при отражении от оптической боли плотной среды напряженность поля E2 будет равна E1 со знаком минус. То есть E при отражении будет испытывать скачок. Есть.